Утро на Елесеи Если квартиры ниже или колеблется около этой отметки, вы можете обратиться в управляющую компанию, потребовать составления акта и устранения причин. Тамара из Балахты спрашивает. Суд вынес постановление о предоставлении жилплощади опекаемой сироте. Жилья нет уже три года. Как получить причитающиеся? Для того, чтобы ускорить процесс, я рекомендую обратиться с жалобой в прокуратуру на бездействие администрации, на которую возложено исполнение решения суда, а также обратиться к судебным приставам. Напомню, что в Российской Федерации, помимо прочего, существует уголовная ответственность за неисполнение решения суда. Татьяна из Ужура интересуются. В 1992 году приватизировали квартиру на мужа и жену. В справку о составе семьи входили несовершеннолетние дети. Сейчас ребенок хотел бы получить свою часть квартиры, которая по документам принадлежит родителям. Возможно ли доказать права на долю? Нормы гражданского законодательства устанавливают сроки исковой давности, то есть сроки, в течение которого вы можете защитить свое право. Данный срок начинает течь с момента нарушения права или с того момента, когда вы узнали о нарушении вашего права. Если предположить, что в 1992 году вы родились, то в 2010 году вам исполнилось 18 лет. С этого момента вы могли защищать свои права самостоятельно. Отсюда мы будем брать свой отсчет. Для того, чтобы признать сделку недействительной, то есть оспоримой, закон предусматривает срок исковой давности в один год. Для признания сделки ничтожной – три года. Таким образом, к моменту 2019 года сроки для защиты вашего права истекли.